Со снежными сугробами борются не только на дорогах, но и на крышах зданий. После многочисленных отепелей и заморозков, любая свисающая с крыши дома ледяная масса – бомба замедленного действия. И упасть на голову случайного прохожего она может в любой момент. Поэтому в такие дни в Ленинске-Кузнецком десятки домов опутаны предупреждающим ограждением. Это значит, что коммунальщики приступили к работе. По времени час, час двадцать, смотря сколько снегу. Вот на этом дому мы уже стоим, ну уже минут, наверное, пятьдесят, еще минут двадцать затратим. Поэтому в день мы убираем два-три дома. Остальное – сосульки, иллюминации. Еще кроме крыш, еще достаточно работы и по кобрам, по освещению. Первым делом коммунальщики очищают крыши по красной линии Ленинско-Кузнецкого, там, где наибольшая проходимость людей. В работе задействованы автомобили, оборудованные вышками. В таком серьезном деле технику безопасности нужно соблюдать вдвойне. Юра! Иди сюда, на этот бугор. К краю близко не подходи, аккуратно. Наверх к коньку подымайся. Сбитый лед и скинутый снег дворники тут же убирают с пешеходных дорожек. Работаем весь световой день. Если не хватает, большие снегопады идут. Работаем до семи, до восьми вечера. Работает техника, работают люди. Люди работают со страховочными поясами, то есть из вышек. Ну, работаем, пытаемся сделать все. Особое внимание рабочие уделяют северным торцам зданий, поскольку там наметает больше всего снега. Ветреная погода в последние дни прибавляет риск снежного обвала. К тому же, несколько сотен килограммов снега может повредить и кровлю. А прохудевшиеся к весне крыши ни к чему, ни коммунальщикам, ни жильцам. Очищать одну и ту же крышу по несколько раз за зиму для работников ЖКХ дело обычное. В этом году на 92 домах уборка повторялась дважды, где-то и трижды. Ничего сложного, как говорится, нет. Ничего сложного? Нет. Ну, как бригаду другу, вы там, наверное, понимаете? Да, да, да. Вот я сейчас маленько покидал, теперь он, ну, по переменке. А со сульками какая-то сложная? И со сульками так же. То же самое. На каждое коммунальное предприятие приходится примерно по полсотни домов. Задействованы большие бригады рабочих. Очистка крыш будет вестись в течение всей зимы, чтобы в период таяния снега в городе не возникали травмоопасные ситуации. Продолжение следует...